Строительство новых детских площадок, спортивных объектов, оснащение оборудованием школьных столовых, поддержка ветеранов, инвалидов и людей старшего поколения. Только часть добрых дел компания «Газпром Трансгаз Томск» с северных районах области за последние годы. Хоть рабочей поездки в Кедровой, Каргасок и Парабиль генеральный директор предприятия Владислав Бородин обсудил с главами муниципальных образований и местной общественностью актуальные вопросы сотрудничества. Путь к победам у этих ребят лежит через ринг Каргасокской спортивной школы. В прошлом году зал бокса был оснащен при поддержке томских газовиков. Средств хватило и на новый зал, где 40 юных каргасокцев уже занимаются новым для себя видом спорта – самбо. Значение очень велико. Самбо – это новый вид спорта для наших. Компания поддерживает проведение в селах спортивных соревнований, помогает оборудовать залы, ремонтирует стадионы и спортивные площадки. Так в прошлом году приобрели для юных спортсменов Каргасокского района спортивную форму и инвентарь. Обустроили спортивные площадки в селах Нарым и Старица. Помогли установить современную вентиляцию в спортивной школе «Парабели». А сегодня председатель Думы Каргасокского района Сергей Винокуров просит своих партнеров помочь с установкой спортивных площадок в детских садах, чтобы приобщить малышей к спорту. Владислав Бородин идею поддержал, так же, как и идею кедровчан по обустройству общественного пространства «Экокедр», на воплощение которой газотранспортная компания выделила более миллиона рублей. Для нас было немало важно, чтобы был поддержан наш проект «Экокедр», который стал победителем в всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Забота о старшем поколении находится под особым контролем руководителя компании. Владислав Бородин всегда на связи с советами ветеранов и откликается на их просьбы. Эти средства идут на участвование, как говорится, Дня воинской славы. Во время встречи с активом города Кедрово и за круглым столом Владислав Бородин отметил, что только совместными усилиями можно изменить жизнь в своих городах и селах к лучшему. А повседневные встречи с людьми помогут наполнить принятые планы конкретными делами. С 24 по 30 мая на предварительном голосовании жители области выберут своих кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области. Владислав Бородин, выдвигаясь на выборы от Каргасокского, Парабельского района и города Кедрово, считает важным сформировать для своего северного округа программу развития на основе наказов людей. Андрей Маланов, Антон Сухушин, Евгений Дерунов, Вести Томск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!